Ой, хорошо. Чудесненько. Знаете, девочки, а ведь раньше я была совершенно другой. Искренняя, наивная, верящая в любовь, в такую любовь, что дается нам один раз на всю жизнь. Моя история началась давно, когда я еще училась в институте. Мы тогда только выпустились из школы и были скорее школьниками, чем студентами. Вместе веселились, прогуливали бары, ходили в походы, в клубы. В одном из таких клубов я познакомилась с ним. Знаете, я сейчас не могу сказать, когда именно я поняла, что это та самая любовь. О которой я так давно мечтала, которая видела в своих снах. Но теперь, теперь я знаю, что это была именно она. Мы стали с ним одним целым. Везде были вместе. Всегда. А по ночам... По ночам мы были друг друга так, что... Что даже теперь я могу вспомнить каждый момент нашей близости. его запах... Его руки... Наверное, в каждой истории есть такие моменты, когда ты... можешь сказать, что это на всю жизнь. И вот у меня есть пара моментов, которые я не забуду никогда. Однажды мы гуляли с ним в детском парке. Катались на качелях и просто молчали. Да, тогда мы наслаждались друг другом и тишиной. И вот... И вот я увидела, что он плачет. Да, представьте, мой мужчина плакал. Раньше я тоже подумала, что мужские слезы это признак слабости или... Но тут... Я даже не успела спросить, что случилось. Он просто... Просто взял мое лицо в свои руки, приблизил к своему и тихо сказал. Что? Малыш... Что же ты со мной сделала? И вот тогда уже запахла я. Такое признание... Я никогда не слышала. Да и не услышала. Да нет. Было все. Это не была сладкая панильная история. Были и ссоры, и драки, и мои уходы. Но с каждым разом я... С каждым месяцем, который мы отмечали, я понимала, что влипаем настолько сильно. В общем... Он был моряк. Первый рейс. Он только закончил. Господи, как же я тогда хотела... Как же... Как же я тогда... Чтобы он не уходил. Чтобы он не уходил. Чтобы он только не уходил. Чтобы он не ушел. Пусть бы он сломал ногу им что-нибудь, а чтобы он не ушел. Но его... Родители настояли и... Вот пришел час нашего расставания. Вокзал. Электричка. Ой, Семперополь. Всю дорогу до вокзала я пыталась держать себя в руках. Я... Я понимала, что ему тяжело. Но с каждым шагом я умирала. Хотя... Хотя... Внешне... Внешне я смеялась, шутила. Шум мотора, гудак поезда. Двери... Электрички закрываются. Мы стоим по разной стороне. Он? Я. Не сговариваясь, мы прикладываем руки к стеклу. Так. Как же я хотела. В последний раз ощутить тепло его рук. Внешне нет и